всем привет ну вот в россии заработала уже система оплаты биометрии продовольственных магазинах и уже появились первые довольные бараны которым это очень нравится и они это воспринимают как какую-то игру но вот вы сами все увидели да что людям это нравится даже очень весело им ну а для чего нужна биометрия это знаете можно перечислять вот просто до бесконечности это и для полного контроля и для человеческих запчастей и для того чтобы человек не смог воспользоваться и оплатить чужой картой ну чтобы этот вариант у него не прошел если вдруг он решил как-то избежать этой карты до ну и конечно же это для поиска уклонистов от мобилизации например да это тоже может сюда же входить ну и для того чтобы человек с низким социальным рейтингом тоже не смог себе что-то купить ну потому что у него низкий социальный рейтинг и знаете таким образом 90 процентов наверное россиян они все сдадут свою биометрию хоть они бегали в мфц там писали какие-то отказы но скоро они все пойдут ее сдавать потому что с двадцать четвертого года вам уже сказал антон силуанов все пенсии пособия там еще какие-то соц выплаты они будут только в цифровых рублях а для того чтобы получать эти цифровые рубли нужно предварительно сдать биометрию вы уже об этом знаете сюда же войдут и бюджетники и знаете вот лишь небольшой процент но я думаю наверное десять процентов россиян которые все-таки не будут сдавать эту биометрию также она водится уже и на некоторых работах ну и вот уже и оплата в магазинах оплата в магазинах я вам уже говорила что до двух с половиной тысяч рублей на первом этапе будет оплата только по биометрии например если вы зашли купить себе только булку хлеба то вам ее придется оплачивать только биометрии я вам уже делала про это видео потому что ваша покупка должна превышать две с половиной тысячи чтобы оплатить наличкой либо по карте но это у них только первый этап две с половиной тысячи потом они и и конечно поднимут и вот прям вчера вышла такая новость что с 11 декабря все невыездные россияне будут обязаны сдать свои загранпаспорта в мвд или фсб если не сдавать загранпаспорт то через пять дней его признают недействительным то есть аннулирует отдавать паспорт будут банкроты должники подозреваемые в преступлениях и конечно же призывники и мобилизованные это говорит о чем это говорит о том что еще планируется мобилизация и к этому уже есть много предпосылок ну и чтобы те которые будут при призваны по мобилизации чтобы они не могли покинуть территорию россии ссылку на этот документ я оставлю внизу под видео сами тоже почитаете вот и для этого тоже в продовольственных магазинах введена биометрия которая уже начала работать это и для того чтобы искать уклонистов от мобилизации так он не сможет воспользоваться чужой картой ну и обязан сдать свой загранпаспорт для того чтобы он не смог покинуть территорию россии то есть облава полная да к тому же еще и запрещение пользоваться машиной ну и так далее все это вы уже знаете то есть все таки все таки я думаю что мобилизация еще будет и к этому уже есть предпосылки